Всем привет! Вы смотрите очередной блог Просто красиво про художника Борис Валайджа Я долго откладывал этот блог, все начинал То болезнь, то времени нет, то мне просто лень И наконец-то я добрался до этого блога В прошлом году я уже делал блог про одного художника Он назывался Просто Гигер И где он создавал своего чужого Ну, как-то так, помните? Гигер Продолжаем дальше этот блог про Бориса Валайджа просто красиво Чтобы быть ближе к теме, идут аналогичные такие художники Как Джули Белл, Руис Роя, Гигер Ну, Гигер идет вроде аналогично этим, ну, современным художникам Фрэнк Фрозетто, Кэн Келли, Гэрол Бром, Митчел Вэллон, Дэвид Паламбо И многие другие Здесь я не буду перечислять всех современных художников, которые шли аналогично Борису Валайджу Теперь такое небольшое отступление, ну, как бы, к этому блогу Я считаю, что у меня, как бы, есть свое мнение про этого художника Но это лишь мое мнение Я считаю, что Борис Валайджа это достаточно удивительный художник Когда мне было примерно 12-13 лет, где-то так Я впервые увидел его картины И на меня они произвели достаточно такое мощное впечатление Как будто я перед собой, знаете, вот увидел икону Вот у меня в руках работа, ну, то есть копия работы Бориса Валайджа Я рисовал в Мистер Злыдин Кто-то помнит мои прошлые блоги, что я вам показывал, ну, грубо говоря, эту картину Мистер Злыдин Мистер Злыдин Ну, поехали, в общем, дальше Борис Валайджа, американский художник Родился 8 января 1941 года в Лиме, Перу В 1964 году эмигрировал в США, где живет в настоящее время Женат на художнице, соавторе Джули Белл От предыдущего брака с Дорис, у него двое детей Борис Валайджа известен в первую очередь как автор обложек книгам в жанре фэнтези Его картины отличаются обилием обнаженной натуры, как мужской, так и женской При этом натурщицей часто выступает жена Бориса, художница Джулия Белл А сам он слушает натурщицы для ее картин Борис Валайджа, художник-прикладник Он не мог и подумать, что однажды придет тот день, когда музеи и картины галереи начнут коллекционировать его работы Ведь сейчас прикладное искусство отнесено к категориям коммерческого По нашим меркам в Соединенных Штатах печатается потрясающе много книг 50-60 тысяч ежегодно И у каждой книги от триллера до легкого чтива должна быть броская, хорошо сделанная обложка Соблазнительная обложка всегда будет увеличивать и значительно как число покупателей, так и доходы от продажи И вот и здесь то можно смело утверждать, что Борис Валайджа является некоронованным королем обложечного искусства Когда в конце 70-х годов вышло новое издание из серии приключенческих рассказов Джона Тормана и рассказы Тора, которые нашему читателю неизвестны Издателям было приятно убедиться в правильности своего выбора, доверив оформление обложки Борису Валайджа А показал это анализ читательского спроса Новое издание было немедленно раскуплено, в том числе и теми покупателями, которые в свое время уже приобрели новелы Тора А все потому, что им очень понравилась обложка Борис Валайджа мог считать себя по-настоящему популярным художником Ему конечно же было приятно осознавать, что его работы пользуются таким успехом Тем более, если учесть, что, как и любой другой художник, создающий новое в искусстве И он не был подостойным оценен эстетами Несомненно, в работах Бориса Валайджа присутствует нечто такое, что оставляет огромное впечатление Даже если при этом не влияет на художественный вкус читателям Это, конечно, результат осознанного желания достижения цели хорошо продуманным методом Не секрет, что Борис Валайджа стал известен благодаря тому, что издательство Ballantine Books Его основной заказчик выпустило книгу о нем Борис Валайджа, продолжая дальше этот блог, он обычно изображает людей и животных В основном А то есть такие атлетичные тела, то есть они достаточно, ну, видели, там, накаченные такие Мускулатура, там, пресс накачен Ну, достаточно такие Когда Борис Валайджа рисует свои картины Он обычно кого-то просит, чтобы ему попозировали Либо он рисует это с фотографии накаченных людей Ну, людей вообще сложно рисовать, особенно лица, это сложно Это целое искусство, рисовать красиво лица просто Ну, также не только людей, я уже повторю, что там и животные Всякие фантастические СС-2 Ну, такое, знаете, нереальное, сказочное Вот, то, что в реальной жизни не может произойти Ну, в общем, как что-то, как своя там икона Бля, опять, может, опять лишнее говорю, какая икона Вот Если я не говорил это в самом начале видео То Борис Валайджа, это один из моих любимых художников Ставь лайк Либо дизлайк этому видео Пиши свои комментарии Кто хочет, подписывайтесь на мой канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok